воскресенье что у нас там 24 марта мордок не снимай вторых порток тот дождичок то снежок то крупа сорвется вот такой у нас конец марта время хорошее вот в апреле начнется настоящее тепло а пока пока вот такая вот погода но тем не менее когда здоровье есть настроение хорошее бодрое ножки берут и бегишь 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 добро здоровься поздоровался со знакомым и дальше в путь хорошо я по-прежнему принимаю свой пентагон сегодня как раз помол трав которые я сделал я их съел и так как у нас организм да и вредная микрофлора привыкает к определенным травам противопаразитарным их надо менять потому что одни больше действует но один вид микробов листов грибков другие на другой и вот сегодня я посмотрю что там можно сделать чем заменить по крайней мере полыни оставлю гвоздику оставлю возможно добавлю туда семя тмина и корни алтарь как раз что он делает он обеззараживает воду раньше подъезжали к незнакомому водоему и прежде чем напоить лошадей самим напиться корния до набросали он обеззаражив воду и можно пить то есть это такое вроде как противогрибковое средство вот потом еще есть такое растение на такой корень красный с прожилками жива кост он тоже действует мощно на определенные бактерии а именно вот у кого-то вроде как это заболевание называется остеомилит там какая-нибудь травма была или ну короче что-то такое было возможно и без травмы начинает гнить кости вот и и там почистят там антибиотики она 5 она опять как раз к нам вот чем хорошо это то что я вел передачи их нам приходили разные целители люди которые излечились от того или иного и вот как раз была молодая пара когда девушка пришла проедать подружку и приглянулся паренек лежащий в больнице медперсонал когда на справке начала наводить как бы там что там что это такое кто такой да это так вот с таким заболеванием он вообще-то не жилец болезнь его потихоньку высосет но паренек запал ее в душу они поженились и нашли средства это как раз был жива кост опачки кстати применяли они клизмы посредством клизм вводили этот жива кост отварчик настойчик в это все можно посмотреть и после первого введения отвалились висюльки то есть видите как вот некоторые не не хотят устанавливать такую связь висюльки типа папилломы и так и подобные что когда имеется какое-то серьезное заболевание это тут целый букет болезнетворной микрофлоры присутствует и он активно разрабатывает организм человека естественно как это происходит но если это вот остеомиелит этот то это выражается в том что гниет костная ткань работает как шахтеры работает и выбрасывает на гора терриконы породы так точно и не там когда работает то это как правило идет какой-то разрушительный процесс то есть разрушается костная ткань или еще что-то там гниет или еще там там какая-то парша лезет по коже или короче вы поняли и вот когда найдено то средство которое именно действует на этот вид микроорганизм то не сразу же лапки вверх а тут вот значит по папилломы еще то есть ну папилломы на вас растет какая-то ерунда чё она там можно так сказать бесплатно растет она конечно вас сосет помимо того что это эстетически неприятно какие-то весюльки вас под мышками на шее там еще где-то там она еще и активно вас потребляет разрабатывает жилу так вот он применил только опачки папилломы отпали и дальше такая хоп-хоп-хоп-хоп и это толстый мелит исчез жив-здоров ведь и как как просто если знать а если это не знать то сколько таких людей сгинула раньше времени в молодом возрасте вот так то кстати еще расскажу случай своей практике я как-то уже описан рассказывал но тем не менее он поучительный надо все-таки курс еще выдержать когда я вел клуб бодрость ко мне обратилась лилия такая женщина большая крупная народная и науки у нее какой-то был такой вырос непонятный типа какого-то рожка петрович ну что это такое ну давай чистотелом к наверно мы забавахаем но не на нее не на ухо с которого был вырос возле мочки а будем делать клизмы потому что я объяснил что там сидит корень который уже дает будет ответвление через организм на кожу уже и нужно так сказать как прорастает и смотрит вот она только раз один курс сделала с чистотелом потихонечку увеличивала кстати сейчас пойдет чистотел она использовала свежий сок там начала с чайной ложки на литр воды клизм очки так там через день делать потом потихонечку добавила где-то там примерно до столовой ложки вот то есть первый курс сделала ничего передохнула но курс сколько там ну курс клизм 10 через день вот так это пересохнула недельку там полторы и второй курс только опачки уже с большей дозировочкой так это и потом рассказывать что-то в животе резанула резанула потом с меня вышел кусок через задний проход кусок говорит такого мяса как куриный пупок то есть вот такая вот ерунда там жила в кишечнике в толстом кишечнике и через какое-то время там не через пять там недельку вырос на ухе высох и отпал то есть видите как надо выдержать понимать вот когда начнутся применяться такие мощные противопаразитарные средства то что-то чувствуешь что вот это вот микрофлора патогенная как я называют болезнетворная она начинает метаться по организму где там этих поменьше веществ которые выживают из организма как бы сказать мигрировать на коже появляется сыпь причем сыпь такая не просто там какой-то там прыщик а он чешется он не болит от вот это то что надо как раз и это место оздоравливается любят конечно они ну кого как любят они типа гайморовые пазухи там вся эта ерунда не сдится любят они и органы малого таза причем с выходом на поясницу так что начинает болеть поясница думаю что она там болит как бы один из видов боли якобы связано что-то там позвонки сместились или еще что-то такое а это оказывается и она там действует то есть вот как я вам рассказал о подаре с которой я столкнулся на практике вот один вид классический человек передает мясо каждый день у него так лупит такими хорошими порциями но чрезмерно и в результате почки не успевают выбрасывает такое количество мочевой кислоты азота и начинается вот такая подаха откладывается соли начинается болезни подход прост уменьшается количество употребляемых белков животного и растительного происхождения и болезнь исчезает если еще добавляется лекарство там дело еще быстрее и человек придерживается все ничего там нету но если имеется вот эти вот грибки на ногтях тем более они там давно были так сказать они там разрушительную работу делают человек уже несколько лет сидит на диете кашки у него там овощи а все это значит молочная кислота мочевая кислота также в повышенном количестве держится применяет лекарства применил возле что-то полегчало потом опять на фоне опять-таки мало белкового питания это уже говорит о том что имеется иная причина и так как я видел еще разок повторю я специально посмотрел снимки больных подаха и их них конечности и где-то процентов 90 видел грибки на ногтях на это никто не обращает внимание а следовало бы причина начинается с уровня грибков с уровня вредными микрофлоры и далее уже это начинает проявляться в виде вот этих вот подагрических шишек которые никак не убираются только растут ну естественно лучше человека и еще отчет препараты против мочевой кислоты применять когда надо в первоначально действовать на грибок вот такие вот вещи знаете я на практике выяснил прошел много вещей на себе прошел много наблюдал на других людях так что я сегодня делаю новую смесь с включением от живо коста наверно корня новых там травочек муравочек семян и дальше продолжим судя по различным знаете таким боли в организме они как-то так появились хоп исчезла там и по высыпанием на кожи и прочим маркером можно судить какая работа идет и как она идет очень важна вот эта обратная связь благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте малахо про доброго здоровьица и до новых встреч а